Верующих молитвенно отметить рождение воплоти Иисуса Христа в Георгиевском соборе оказалось немало. Несмотря на мороз, они пришли семьями, чтобы почти тысячи человек славили младенца Христа и Деву Марию вместе со священниками собора. Богослужение возглавил архимандрит Местор. Традиционно на Рождество храму крашен живыми елями, а у алтаря возвышается вертеп – символ пещеры, где в тиши и нищете Спаситель пришел в мир. Икона праздника – повествование о пришествии в мир Христа в центре пещеры, где лежит в яслях младенец. Рядом с ним Богоматерь, тут же волк и ослик, над пещерой – звезда. А вокруг персонажи новозаветной истории – благоговинный Иосиф, волхвы с дарами, пастыри и ангелы, славящие Господа, омовение младенца. Композиция в полной мере соответствует рождественским песнопениям. События Рождества Христова описаны в Евангелии, потому богослужение в эту святую ночь не раз обращается к нему. Праздничное богослужение в Георгиевском соборе украсило пение молодежного хора под управлением известного регента профессора Павла Карпова. Не отстают от старших хористов юные воспитанники Воскресной школы собора. Особой частью рождественской ночи стало причастие, растянувшееся во времени, ведь причаститься в ночь обновления пожелало большинство присутствующих в храме. Традиционно рождественское послание патриарха Московского Ивсия Руси Кирилла архипастырем, пастырем, диаконам, монашествующим и всем верным чадам русско-православной церкви зачитывает архимандрит Местор. В своем послании представитель нашей церкви, размышляя о Рождестве Христовым, обращается к словам преподобного Симеона Богослова. Бог, придя в мир, соединил естество божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался Богом. И в этого человека, сделавшегося Богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица. Патриарх Кирилл дает ответ на вопрос, как нам жить для того, чтобы изобразился в нас Христос. Ответ прост. Последуем заполним Спасителем. Вместе с апостолом Павлом, обращаясь ко всем вам, дорогие мои, круг-кругой тяга носите и так исполните заботу Христову. Поздравляя верующих и всех земляков с Рождеством Христовым, Отец Благочинный особо отметил радость присутствия детей в храме. И по традиции, никто из них не ушел домой без подарка. С праздником. Я в этот праздник желаю, чтобы у всех все были здоровы, счастливы, чтобы никогда не ругались, не ссорились. И в этот праздник всегда исполнялись все заветные мечты. Он мне нравится, ну потому что две службы. Первая служба нравится мне, потому что дают хлеб с вином. Причащаюсь. Причащаться, чтобы очистить свою душу от грехов. Соединиться с Богом. Это семейный праздник, очень теплый, душевный. Ну как-то, ну поздно, мы пособираемся с семьей еще вместе с столом. Ну еще недавно для меня это казался детский праздник. Но сейчас я уже возрастлел и совсем по-другому переосмыслил. И это уже нечто другое. Не так важны подарки, не так важна подготовка, а более важна что-то, какой-то духовность. Наступили святые дни, святки, 12 дней до крещения, без поста, наполненные радостью семейных и дружеских встреч, а также обязательной заботой о болящих, немощных и обездоленных. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.